Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня, дорогие мои, уникальный день церковного года. День, когда мы вспоминаем Пасху Ветхого Завета, так вот очень близко из чтения ветхозаветных. День, когда мы вместе с учениками как бы лишаемся Господа, теряем того, на которого было надеялись, что вот Он будет Спаситель. И в то же время день, когда и происходит, совершается эта победа над злом, победа над злыми силами ада. Победа, конечно, не автоматическая для всего мира, а для тех, кто готов принять Слово Господа. Мы видим, что на протяжении всей истории, ну, наверное, еще и до Авраама, но со временем Авраама это совсем точно, ясно, человечество как бы делится на две части. Те, которые слушают Бога и стараются идти за Ним, и те, которые решают, а мы сами все знаем, мы сами вот лучше знаем, это что-то все непонятное, что-то такое таинственное, самообман и прочее, прочее. И вот мы видим из ветхозаветного чтения Пасху Ветхого Завета, когда Господь повелевает Моисею, чтобы каждая семья принесла в жертву ягненка и кровью помазал косяки дверей, как бы знак того, что здесь живут люди, семья, которые слушают Бога и стараются жить по Его заповедям. А когда ангел-губитель пройдет по земле египетской, поражая первенцев всех египетских семей за то, что они слушают Бога, не отпускают Его народ из рабства, а проходя мимо ваших домов, увидят этот знак и пройдет мимо. Это и есть слово Пасха, прохождение. И вот в дальнейшем рассказывается о тех чудесах, которые Бог спасает народ израильский, когда Он исходит из рабства. И в ужасе, как пройти впереди море, сзади войска фараона. И Бог вдохновляет Моисея поступить по вере, самому совершить чудо тем жезлом, который у него в руке простирает, море расступается, а столб огненный явлений Бога освещает путь израильскому народу и наоборот становится тьмой для египтян, которые преследуют. И вот так всегда будет в истории, что для тех, кто верит, доверяет Богу, Его Слово становится светом и сам Он. А для тех, кто не верит, непонятная тьма. И вот мы видим, что в это же время Господь совершает Свою Пасху, Пасху Нового Завета, Нового Союза. Та была приготовлением, потому что законом невозможно расписать все детали человеческой жизни. Но для начала, как детям, надо вот это можно, это нельзя. И в Пасхальном Евангелии мы будем слышать, закон дан через Моисея, благодать же истины произошли через Иисуса Христа. То есть не просто закон, но к закону еще и понимание. В каких-то случаях он соблюдается жестко, в каких-то случаях милость, любовь важнее закона. Не человек для субботы, а суббота для человека. Правила для человека, а не человек становится жертвой этих правил, когда их невозможно выполнять. И вот замечательное евангельское чтение. Оно, по-моему, читается один раз в году. Это глава 28-я, хотя окончание ее читается в одно из воскресных чтений, когда ученики идут в Галилею, и там являются им Господь и посылают их на проповедь. А вот начало, оно читается вот только в этот день, когда жены мироносцы приходят на гроб, чтобы посмотреть, помазать тело Иисуса, проявить свою любовь. Они не могут не прийти. Любовь к Учителю, который подвержен, казнен, все рассеяно, все убито, казалось все. И тем не менее, вот что-то их ведет. И когда они приходят, видят гроб пуст, и ангел, который говорит им, что Он воскрес. Идите скорее, скажите ученикам. Они идут и встречают воскресшего Господа. И что Он говорит им? Одно слово – радуйтесь. Вот это то главное слово, которое нам дает вера в Бога. И самая главная книга Евангелия – радостная весть. И вот здесь тоже разделение, две части. Идут, говорят ученикам, и идут ученики, как и Господь им повелел, в Галилею на гору, где Он будет давать им важное поручение. А другие неверующие люди подкупают стражников, говорят, что вот возьмите денег и скажите, что вы когда ночью спали, ученики украли, искал воскрес, и мы вас от неприятностей избавим, и начальство там уговорим все такое, дали им довольно денег. Вот две яркие, очень современные вещи. Одни идут за Господом с радостью, а другие – такое коррупция, денежек дают побольше. И обманите. Обман и взятка. Вот, говорят, удел неверующего мира. И как важно нам не подражать этому. Как важно все-таки от уходить, от всякого обмана, и от всякой взятки, и это ради корысти обманывать людей. И говорится другое. А ученики пошли в гору, которую повелел им Иисус. И увидели, что поклонились Ему. И вот очень важные слова. Некоторые усомнились. Он лед, но они все пошли. Для нас это огромное утешение. Потому что и у нас бывают сомнения. Когда мы идем за Господом, в чем-то сомневаемся. Но все-таки идем. И Господь принимает. Обратите внимание, что Он ни звуком, ни словом не укорил тех, кто сомневались. Так же, как потом будет история праздноваться с Фомой. А всем им дает поручение. Невзирая сомневаешься, не сомневаешься, пришел ко мне. Все-таки в тебе есть, хотя маленькая вера. Но иди проповедуй Евангелие всем. И уча соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Господь не оставляет никакой написанной буквы, чтобы мы не обогтворяли букву, а поклонялись только Ему. И вот Он с нами во все дни до скончания века. Он нам дает силу и дает нам самое главное, то, что ищет человек – радость. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok